утро я каждое утро завтракаю обязательно что-то мне в последнее время так нравится черный хлеб авокадо на него делала сыр и яйца два яйца очень вкусно сейчас авокадо закончилось сыр тоже но авокадо не вкусная такое водянистая мне вообще не понравилось потом что-то тут филипп вчера видимо ел на ночь и глядя он любит у нас покушать перед ночью вот тут не знаю что это такое сооружение кто это сделал косточка что лет авокадо по моему кто-то растите видимо стал кружка от сальвадора дали из испании так удобно сделано но все знают что у него такие вообще классные вещи и он очень все подстраивал под тело и вот такая ручка вот так вот берешь такая какая-то корявая если смотреть то ее очень удобно держать ну как очень удобно удобно вот сделано под руку еще одна такая была только другой не был дизайн сломали вот так вот смотришь знаешь надо же у него везде в его строениях всякие ручки на дверях вот такие на окнах вообще классно конечно вот так это выглядит все поджариваться спят я вообще одна завтрака также что-то могу приготовить по их желанию там также хлеб с яйцами зажарить смотрите тарелочка американской где-то 2 и еще бывает две покупала это винтажные не так понравились сломали что сейчас прошу так так берем хлеб так вот да конечно не хватает авокадо сыра нежирного а нет есть сейчас и помажу этот соленый лена такой любит адыгейский этот не брынза съели что вот сербская брынза вот ей можно намазать как раз соленый будет самый раз намазала сыром как правильно сказать помазала намазала и знаете очень удобно что он же соленый его много не съешь вкус придает а много его не съешь как обычный сыр там особенно любят с кофе с молоком прям кусками некоторые съедают здесь ты его так не поешь и очень вкусно его сейчас это раз этот желток разольется жалко работа сложно одной рукой снимаю второе яйцо подцепляю причем жидкое вот и очень вкусно этот сыр в салат вот лена со всякими крупами ест также много его не положил он соленость придается можно не солить и он очень диетический встала утром раньше всех думаю ванну принять спокойно всю воду я ведь у них истратила они сейчас станут дети верещать начнут я скажу идите к соседям там мойтесь так вот смотрите лена мне сказал вот этим шампунем попробовать голову мыть ну дегтярный воняет конечно жутко так и потом я вот это видела спивак он очень популярный в россии его многие хвалят мотулины также бальзам есть спивак тоже и волосы помазала и вот не знаю дегтярного то может быть правдой волосы получше стадок это тоже спивак вода клина оказывается пользуется этим брендом то я хотела заказать еще для лица омолаживающее масла там еще что-то у меня прям записано закажу завтра так мне нужно сделать очень важное дело в этот раз в россии это поменять паспорт он у меня заканчивается скоро загран паспорт и мне нужно подать подавать заявку я хотела сделать это в америке но там сказали что некоторые девчонки подавали обращались какую-то фирму и пять месяцев продержали них документы связи с этой обстановкой видите много закрыта не так работает как надо это нужно ехать в какие-то штаты по-моему вашингтон или в техас я даже не смотрела и через пять месяцев представляете отдали вот девчонка одна рассказывала обратно документы потому что не смогли сделать и и пришлось самой все заполнять и опять заново эту процедуру всю проделывать а паспорта закончился и в общем в такую ситуацию можно попасть и я в россии сейчас делаю себе паспорт кто не знает то можно иметь два загран паспорта вы этот просто не сдаете а делаете второй и у вас на руках может быть два загран паспорта но я не знаю удобно это неудобно я себе вот именно так сейчас и сделаю стоит это три с половиной тысячи рублей заполняется онлайн все и где-то четыре недели на это все надо прицепила американский телефон к аэрофлоту тоже это надо было переделать в америке а я же ставлю на авиарежим но чтобы там деньги не считывались с тарифом потому что у нас какой-то там семейный и это реку придется там платить если он будет работать даже не знаю как это работает в общем у меня безлимит по моему с каждого 70 долларов что ли там платится по моему да и я всегда приезжаю я его отключаю потому что у нас он не индивидуально на мне числится вот на семейном тарифе в общем знаете я толком даже не знаю это и поэтому у меня телефон не работает код мне должен прийти вот на американский телефон и я не могу зайти не в аэрофлот надо ехать и офис и там только в личном присутствии тебе поменяют все будь здоров филиппчик и вот нужно на сайт зайти и подтвердить свою личность через сбербанк онлайн сейчас буду это делать и все подам сфотографировалась сходила и тут вот гораздо это все быстрее поэтому получается что если хочешь россии приехать вот паспорт поменять это гораздо выгоднее даже получится чем в америке летать там штаты в эти нервы портить кому-то давать там что побыстрее сделали видите там сейчас очень сложно со всем этим посольство закрыты во многих штатах у нас сан-франциско как закрыли так и все вот мы прилипли дома поела черного хлеба это пироги.ру все время вам показываю это конечно кумак есть можно так и все вкусно свежее но только с яблоком свежайшие да потом покоя то на обед сюда приедем чай поела дома зря поела пироги ну разве в америке вот вы увидите такое а да потом я тоже попробую блинчики с красной рыбой да после можно попить вот пироги это вообще потрясающе вот эти тарты к вам называются вот эти это объединение смотрите как сделали перегородки вот такие смотрите ничего дошел прогресс да это не прогресса что-то я сама на лыжах а там все там где капучи так он поднятики под стекла выберите напиток А, все, да? Попись, что будет? Что за кофе? Да, это ты, Американно, попись. Ну, а вот Лена говорит, вот этот блинчик, это просто потрясающий. С капустой и с яйцом. Вроде ничего особенного вообще. Я люблю такую простую еду. Потрясающе. Вообще по жизни очень простая. Ну да. Это простая я, простая еда. Простые запросы в принципе. И здесь еда очень вкусная вся. Я говорю, Лене, будем сюда... Самое главное, что все свежее. Да, всегда все свежее, и мы будем сюда приезжать. Ну, понемножку пробовать, потому что, сами понимаете, вот можно все перепробовать за день. Ну, это опять вес придет. Ой, кофе тоже очень вкусное. Прямо посмотрите, какая пеночка. Оно не горькое. Настоящее. Здесь народу сейчас очень много. Вот его года два, да, мы лет назад им открыли? Ну, примерно, да. Ну, так понемножку, что народ вот так подтягивался. А сейчас тут прямо очереди стоят. У них, вон, даже онлайн есть какая-то доставка. Ну, да, прямо... Работают. Да, да. Так, так и выживают, мне кажется, больше онлайн. Ну, хотя даже сейчас, вот, в период пандемии, люди даже, и кто не сидят, они просто приходят, заказывают, и на вынос. Ага. У меня здесь на вынос тоже классно, все в коробках. Да ты что? Так нам, может, тоже онлайн заказывать иногда отсюда? Да, построить у них сайт или что есть? Просто на доставку деливери, знаешь, там полтора и два часа. Ага. Смотрите, какой у них скромный дизайн. У них вообще... Вот все дело даже не в дизайне, а в качестве. Вот пластмассовые стулья какие-то, столы. Какие-то окрашенные этой побелкой. Стены совершенно невзрачные, трубы. А качество, они просто... Я даже интерьера тут не замечаю, когда ты сидишь, ешь такую еду вкусную. Россия вообще рядом, Америка. Рядом не стояла с Россией по еде, рядом. До свидания, спасибо большое. Придем. Приходите еще, до свидания. Они такие парни-то классные. Алик, знаешь, как бывает, если на прое-3-4... Так, сейчас покажу вам. Вот видите, стол заказов, Лен, вот стол заказов у них. И пироги.ру. Я вам сообщаю, это... Алик у меня поет, пироги.ру, заходи, захожу. А, да? У них реклама тогда. И они, например, в четвером-пятером стоят, и когда уходишь, но если их там много, они так сейчас всегда в хорошем настроении работают. И, например, они могут в один голос сказать, до свидания, приходите еще. Ну да, такая энергетика. Мы тоже тут положительная, прям все те рады, только тебя и ждали. Да, да, да. Так что приходите, заказывайте, не пожалеете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!